Сегодня в Архангельском центре занятости пройдет традиционная ярмарка вакансий. Десятки работодателей представят свои предложения по свободным рабочим местам. Как правило, большинство из них это рабочие специальности. Всех желающих сменить профессию и безработных ждут сегодня с 11 до 14 часов по адресу город Архангельск, улица Гайдара, дом 4, корпус 1. Сегодня во всем мире отмечается день борьбы с туберкулезом. В Архангельском диспансере будет организована горячая линия, по которой можно будет задать вопросы, связанные с заболеванием, профилактикой, выявлением и лечением туберкулеза. Ваших звонков ждут с 10 до 13 и с 14 до 16 часов. Номер телефона в Архангельске 68-28-90. А 25 марта в субботу с 9 до 15 часов жители и гости Архангельска смогут бесплатно пройти флюорографию в противодуберкулезном диспансере по адресу проспект Новгородский, 28. Социальные дома в Северодвинске строятся с опережением графика. Уже возводится один из объектов четвертого этапа программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Сегодня на площадке трудится 40 человек. Позади кирпичная кладка, через 10 дней будет готова кровля. Водопровод и канализация готовы на 70%. В начале апреля сдадут теплоузел и внутридомовые системы отопления. Всего в городе возводится 5 домов. Котлас утонул в лужах. Котлашане сталкиваются с этой проблемой каждый год, но решение так и не найдено. Глобальный выход – усовершенствовать ливневую канализацию. Менезатратный путь в большем объеме вывозить из города снег. Пока ни то, ни другое не сделано, котлашанам и дальше остается запасаться не только резиновыми сапогами, но и терпением. Раньше такой грязи, мне кажется, не было. Это первый год такая грязь. А до этого как-то убиралось. Сейчас вообще что машины едут, то боишься тебя обрызгают, что по пешеходному уйдешь, то же самое. Потому не знаю, что служба благоустройства, чем занималась вообще всю зиму. Никогда снег не убирался, ничего. Такие горы снега везде стоят. Я бываю в Череповце, там снег вывозится намного чище. Я в резиновых сапогах хожу. Кожаных уже не пройти нигде. Профилактический рейд. Подросток «Стоп никотин» прошел в Новодвинске. Члены общественного совета полиции посетили несколько учебных заведений, где провели беседы с курящими несовершеннолетними и напомнили нарушителям об антитабачном законе. 25 марта работники культуры отметят свой профессиональный праздник. В Архангельской области это свыше 10 тысяч специалистов. В областном драмтеатре сегодня их будут чествовать. Будут объявлены лауреаты премии Архангельской области в сфере культуры и искусства. Одним из номинантов стала преподаватель Архангельского музыкального колледжа Ольга Ольштейн. Вот занимаюсь со студентами, которые приходят на отделение сольное и хоровое народное пение, которые любят петь народные песни, которые любят фольклор. Выпускники наши работают в северном хоре, в различных музыкальных школах нашего города и области, в Санкт-Петербурге, в Москве уже сейчас. Сегодня в Архангельске и по области ожидается облачная с прояснениями погоды. В большинстве районов пройдет мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный 14 метров в секунду. Температура от минус одного до плюс четырех. Тип погоды второй благоприятный.